Приветствую вас! Начну я, пожалуй, с конца вашего вопроса и скажу, что вашим детям вы представлен неверный, ошибочный, деструктивный, нецелостный, искаженный образ женского характера. Поведение первичных, первичный образ женщины. И в результате этого они не могут выстроить свои личные отношения. Важным киновьям поможет только работать с психологом. Опять же, анализ их отношений, анализ их ошибок и, собственно, коррекция поведения. Это вот то, что вашим сыновьям нужно. Потому что по-другому помочь им с отделением нельзя. Если мы с вами говорим о непосредственно вас, здесь вы сами называете такую ситуацию, такой момент, такой аспект, как грабли. Вы говорите грабли, и эти грабли, на которые вы наступаете. Соответственно, вопрос, что это за грабли, какие они, в чем заключаются и так далее. Чтобы вам понять, что надо изменить в себе, нужно понять, с чем вы сталкиваетесь. Нужно понять, что это за грабли, где они расположены. Ваших ожиданиях, в вашем отношении к себе, в вашем поведении, в вашем отношении к мужчинам, в поведении мужчин, в выборе мужчин, в постановке себя с мужчинами и так далее. Ничего случайно не бывает. Представляю сразу, что если вы будете это делать, то это будет, правда, достаточно трудоемкий, длительный и достаточно трудный для вас. Потому что, как я понял, все сыновья у вас уже достаточно взрослые, значит, вам больше 30-35 лет, и в этом возрасте подобные изменения проходят не так быстро и не так легко, как, например, более рано. Но, все это подравимо, все это можно исправить, главное, чтобы вы этого хотели. Вы, в начале своего сообщения, даете такую, я бы сказал, общую посылку. Человек при жизни должен пройти испытания или уроки, и далее вы пишете, что у меня эти испытания связаны с мужским поводом. Но если человек должен пройти уроки, и получить уроки и пройти испытания при жизни, как вы говорите, то получается, что ваши грабли – это нормально и естественно. Почему же вы хотите тогда это изменить, если вы считаете, что испытания и уроки – это нормально? Это вот противоречие, которое я увидел в вашей логической цепочке. Дело в том, что человек при жизни не должен проходить испытания или уроки. Человек не проходит к испытаниям, и человек не получает уроков. Человек извлекает опыт из того, что с ним происходит. Испытания – это всегда проверка, жизнь никого не проверяет. Уроки – это всегда обучение, жизнь никого не учит, не дает опыт, и все. Вы этот опыт получаете, что вы с ним делаете, это у всех вас зависит от вас, но только от вас, ни от кого больше. Поэтому, если вы получаете опыт в результате ошибок для жизни, для объективной реальности, ошибок нет. Есть опять же результат. Отрицательный, положительный, неважно, это результат. Это не урок, это не испытание, это просто опыт. И если вы уберете из своих установок вот это вот слово «должен», значит, «должен» пройти испытания или уроки получить и так далее, «должен» кому, «должен» для чего. Получается, кто-то эти уроки ему сам составляет, испытания готовит. Ну, вы же понимаете, что это, по-друге дела, это перенос ответственности. То есть, вы переносите ответственность в себя за те испытания. Ага, на-а, вот то ради чего человек должен проходить испытания и получать уроки. Я понимаю, что вы делаете это частично. Но я понимаю, что вам это уже не помогает сейчас, раз вы обратились к нам. Но тем не менее, данная установка имеет место быть и она вам мешает. Человек ответственен только за себя. Он не должен проходить испытания, не должен получать уроков, кроме как в школе. И, и, экзаменов, вот, да это он, там, испытания и экзамены – это довольно-таки специфичные вещи. Вот. А в жизни есть только опыт. И относиться к этому нужно именно так, как к опыту. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!